такой вопрос поступил а не хотите ли вы переехать в сочи и как этот переезд повлиял бы на вас на ваше здоровье я прямо скажу что переехать не хочу потому что я нашел идеальное можно так сказать для себя место проживания поскольку вот там где я живу где я жив вон там живу вот там есть идеальная вода действительно в пистяковском на районе найдена вашу вода высшей категории качество настоящие текущие то очень хорошая вода тут очень хороший воздух потому что нет никаких предприятий здесь очень хорошая экология вот ну и продукты которые мы сами выращиваем и все остальное это дает нам хорошее питание спокойное питание нормальное питание любой переезд я не знаю для чего человек задает этот вопрос может быть потому что сам хочет переехать и вот посмотреть какая моя будет реакция любой переезд это стресс для организма стресс у вас уже в той местности где вы живете налажены все отношения кишечника с окружающей средой легких значит кровь уже функционирует именно беря из того воздуха что нужно который есть кислород и почки адаптировались к воде которые у вас там есть и как только вы переедете ну минимум полгода минимум это вот вот только вот кишечник и это у вас будет стресс и вы будете перестраиваться к этому переезду я не не вижу для себя необходимости такой зачем мне это нужно единственная причина моего переезда может быть то что если там дело интересное вот мы запускаем там сейчас три программы достаточно большие и одна такая будет если все получится публичная в которой можно участвовать и ну вот под это я бы как бы может быть уехал бы пожить а чтобы сменить это место на место где есть больше здоровья я бы не хотел у меня здесь здоровье больше ну вот вот в том состоянии я уже эндемик здесь уже освоился я уже здесь вот тут один источник у меня второй источник кругом святые источники и чистые воды ну что мне еще на старый след как говорится надо все что он желается сейчас это поменьше суеты то есть теоретически можно бы да нет хотел сказать куда-то где еще потише а где тише у меня дом стоит в ближайший дом от него 150 метров вот зачем мне еще ничего там не ездит ничего там не это так что конечно но мне интересен этот вопрос потому что я вижу что миграция очень большая в стране причем мигрирует не только с но вот например краснодар увеличился за несколько лет там чуть ли не на миллион жителей почему-то многие жители севера там из норильска там вот вот из этих они вдруг захотели все жить в краснодаре купили там квартиру он стал сразу большой развитый и такой как бы цивилизованных город и многие я просто слышал мы в сочи в тот раз в тот приезд встречались с людьми которые переехали откуда-то с севера краснодар и маленько пожалели они не ожидали что их ждет такая суета такая вот не разбериха большого города и поэтому сожалели многие в москву переехали особенно из регионов откуда-то и так далее вот сейчас тоже жалеют поскольку в москве сейчас вот например огромная безработица проблема здоровья очень серьезные там нужно очень серьезно иметь средства для того чтобы вот в той экологии в том воздухе сохранить здоровье свое или и особенно детей то есть там вся польза от культурно научного потенциала вот у нас живет там внук и сын они живут потому что там культурно научный потенциал а те кто освоил его и нашел какое-то место свое уже в этом у меня есть такие вот такой знакомый один парень у меня учился на компьютере здесь развивался освоил оформление сайтов ну в общем онлайн такой вот деятельность так он теперь из москвы на полгода переезжает сюда с детьми и здесь работает живет когда лето катается на велосипедах там и все остальное и несколько человек даже есть совсем переехавшие есть вот сейчас начал работать здесь участковым соловьев виктор жена у него работы в рдкб дима рогачева то есть вот в очень сложной клинике в очень это у них родился недавно четвертый ребенок но они переехали сюда на постоянное место жительства он там тоже офицер полиции был хорошо зарабатывал потому что у детей в москве аллергия здесь пожили немножко все прошло и больше нет и следующий четвертый ребенок родился 4 600 то есть вот переезжают многие живут здесь вот в этом месте вот в сочи я бы сейчас никому не советовал переезжать потому что ладно съездить отдохнуть как-то покупаться и получить такой курортный стресс это одно а жить в сочи сложно он опять стал весь в пробках постоянно тут если куда-то поехать ты в пробках стоит воздух уже подтвердили и сочинцы я там в своем ролике сказал что на вот этом побережье самого сочи воздух стоячий то есть вот тот с моря приходящий воздух наталкиваться на жаркую такую вот воздух побережья тем более там много дорог много асфальта много домов которые греются они все это и он уходит в горы а этот воздух вот здесь крутится он не может уйти туда вместе с морским и вот он такой делает вид что с моря какой какой-то воздух идет у на самом деле здесь крутится и уже сочинцы мне подсказали что да роза ветров сильно изменилась испортилась воздух стоячий или вот такой крутящийся но я-то это лабораторно знаю просто вот я слежу за сообщениями всякими поэтому я бы не советовал из экологических проблем переезжать в сочи красная поляна тоже проблематично некоторые думают что о на красной поляне лучше там одна из главных проблем это мзинта река если бы туда попытались поселить китайца оба скорее самоубился чем поселился поскольку шум от 1 мзинты он по децибелам я не знаю децибел 30-40 а может быть даже больше и в этом ущелье он охватывает это ущелье он гудит поэтому прямо по побережью вот мзинты оселиться нельзя не надо ни в коем случае вот это вы устанете от этого шума и у больше того он сам по себе разрушителем это действительно нарушение так называемого китайского фэн-шуя хотя фэн-шуй ну вот вообще не то что сейчас нам специалисты фэн-шуи чаще всего говорят вот но но фэн-шуи у реки никогда нет ци там не живет если вы чуть-чуть от едете где-то поселитесь так чтобы река не шумела ну может быть лучше то можно и поселиться в горах но начинаете лишаться некой цивилизации то есть там хотя вот мы были в горах высоко на километре наверное медовее там и газ и электричество вода да а это дорога до плохая на нее подняться если вы имеете транспорт который каждый день может затратить час на подъем час на спуск надежный то можно поселяться а так в общем то вот эта трудность вас затруднит вот проживать но есть там уже проживающие просто в горах без электричества мне рассказывали об одном значит у них участок они каких-то там животных держат они груши собирают сушат ну в общем есть люди переселившиеся и довольны но сама обстановка в красной поляне очень интересная я наблюдаю за ней с самого начала развития то есть вот сначала строительство олимпийского комплекса и всем этим и там сложилось уже некое сообщество людей которые знают друг друга как в деревне живут но при этом там интеллектуальные сложились не просто деревенские а такие интеллектуальные люди которых не чужды неких культурных ценностей своих значит амбиции все остальное мне нравятся люди живущие там в красной поляне и так далее они достаточно активные смелые интересные жаждут общение все время особенно от новых людей так что вот все там везде хорошо везде хорошо где нас с вами нет вот такой заключительный можно так сказать мой аккорд но я и из пистяков не хотел бы уезжать с другой стороны многие из вас спрашивают а как переехать в пистяки мы хотим в пистяки вы слушайте но это тоже не так просто надо здесь прижиться надо осознать что это деревне что тут уже культуры не будет особых вам каких-то благ и еще что-то не будет хотя если у вас есть квартира в москве вы ее сдадите здесь на это будете проживать то будете как король проживать потому что здесь имеет 30 40 тысяч уже богатый человек который может снять домик не обязательно сразу покупать или ну снять строить вообще смысла нет дорого сейчас строить и потом не знаешь куда это девать тут купить все равно потом мало кто захочет так что вот так сочи сочи черные ночи а наши пистяки как срифмуем что к пистякам срифмуется здоровья вам там где живете потому что там где вы живете вы уже адаптировались если куда-то поедете переезжать то разберитесь какая там вода какой там воздух какая там коммуникация чтобы у вас все было при доме и главное какой потенциал культурно образовательный если вы с детишками потому что детишки могут остаться ущербны если попадут туда где такого потенциала нет вот так здоровья всем радости аминь аминь